всем привет на канале Стреться в теле я Света. А меня зовут Кристина. В две сети вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели и худеем дальше. Девочки, мне так все болит после спортзала. Иду, Кристина такая, меня изображает. И что-то корячится. Говорю, да-да, у меня тоже так все болит. Она говорит, это не я тебя изображаю. Девочки, мы же на следующей неделе вроде как собирались с тренером уже. Мы что-то зачем-то до тренера решили позаниматься так, как с тренером. Ну, чтобы не сильно потом болело. Чтобы заранее переболеть. Я много раз слушала тренеров, ну, тренеров. Они говорят, что вот самое худшее, когда передо мной за два дня начинают так тренироваться, что я потом вот эту сосиску должен собирать, почистил. Ну, это за два дня. Мы же-то, получается, за неделю. Ну, да. Так что, поэтому... Ну, сейчас-то вот суббота. Ну, мы-то начали за неделю. Оно до сих пор все болит и еще усиливает. Ну, не надо было так приседать с утяжелениями. Ой, больше всего... Ты хочешь подтянутую попку? У меня больше всего ноги болят. Как 35 лет конной дивизии. Как будто на конях ездил. Значит, хотела потянуть попку, а потянула квадрат... 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 эти... Мышцы на ногах, да? Да. И раскачала такие, как у мужика. Я еле хожу, а сесть вообще не могу. Ну, мне тоже так же все болит. Особенно спускаться по ступенькам. Главное, подниматься еще могу, а спуститься вообще не могу. Так болит. Я, наверное, с велосипедиком переворщила. Но я, девчата, хотела сделать... Блин, тут собачка всегда неугомонная. Пока мы не перестанем болтать, она не перестанет. Скайп-капкай. Да. Я делала швела, тренажер. Потом эллипс. А мне чем нравится эллипс? Он же и силовой, и заодно кардионагрузка. А нам туда. А там машины ездят. Это же мы вышли на главную дорогу? Нет, это вообще не главная дорога. Мы вот так пойдем и ГДК свернем. А, это какая-то ошейка. Нет, там просто будет мало машин. Это Кристинина, Ёнчик. Она тут хорошо. Я в курсах. Каждый закоулочек, каждый собаку и кошку знает. И не знаю, кто как лает, как нервничает. Кажется, собака как нервничает. Смотрите, зеленые еще листики. Да, чистенькие. А они потом так и тут останутся. Но если феврале не ударит, минус 30. Они может сейчас туда-сюда и уже на потепление. Получается, вот уже конец января. Он уже терпимый, да, еще? Да, да, да. Останется только февраль. Ой, у меня прям начинает сходить я чувствую оттеки. Лицо получше стало, становится. Да. Это хорошо. Потому что я начала как лошадь пить воду. И пропотела хорошо в спортзале. Девочки, мне таборезин уже надо это разгонять. Разгонять. А еще там женщина, тренинг, у которой мы собираемся как раз заниматься, она уже начала иногда часы ходить подсказывать. И она говорит, так, ты позанималась? Ну, быстро, немедленно пей воду. Там куриш же есть с водой теплой. Она говорит, теплую воду набираем и пьем. Прямо полстакана. Там что какой-то... Я говорю, не хочу. А она говорит, надо пить воду. Берешь и пьешь. Выгоняем все застой новогодний ваши. А ты видела там, что какой-то в углу туни массажер стоит? Ну да. Интересно, и можно вообще пользоваться? Я видела девочка сидит и вот эти шипы прям вот так вот попу разбивают. Как бы массаж. Там не пишет на 5 минут 100 рублей. Такой хочется, так на нем по массажеру. Так это на нем массаж не надо ходить, антицеллюлитный. На таком посидел. Так после зарядки сидит по массажеру. Ну, потом мы все поузнаем на следующей неделе. Сейчас суббота, девочки, мы все равно встретились. Нам надо отправить кое-какие посылки. Так, рабочие моменты. Ой, погромче говорит. Вот мы вышли на главную дорогу. Она не главная, она декарь, она лучше, чем та улица. Да, но мы на пересечении, главное, да. Сейчас муж, Айка, проедет. Да, потом мы еще, нам нужно по делам съездить кое-куда. Забрать детальцы эти налоговые, чтобы заплатить оплату. Вперед на квартал. Как всегда, заплати налоги, ты спокойно. Ну да. Мы по такому принципу живем. Чтобы никому никак не подкопаться. Да нет, девочки, мне кажется... Я еле иду. Больно. Света, ты опять не туда пошла. Ведю по врачу. Ты же сказала прямо идти. И ты хочешь сказать, что это не главная дорога? Нет. Это 50 машин. Но там больше ездят, потому что здесь все время эти есть. Как их? Лежат чипа лицейские, здесь не любят быстро ехать. Поэтому вообще гонщики здесь не ездят. Хорошо. Только ставлю перну, ты не слышишь? А вот этот загнался. Это маленький период. Только на таких машинах обычно любят ездить. Я как раз по кочкам хорошо перескакиваю. Погода. Как будто солнце. Как будто плюс 15. Лед стоит, холод. Нет, холода, девочки. На самом деле. И сегодня передали, что будет плюс 5. Поэтому мы так, типа, легко одеты. Все это одинаково, что-то одеты. Мне, типа, вот только плюс 15. А лучше плюс 35. В зимней Курске. А лучше плюс 35, когда уже. Я не знаю, как девчата на севере живут. Как твоя дочь там живет. Это вообще. Сейчас на минусуя. Минусуя. Не знаю, это дома постоянно находиться, получается. Ну, да, до работы они перебежками. Перебежками. Перебежками вот это. На работу забежала все. Ну, они хотя бы живут недалеко от работы. И когда перебегают, она все равно говорит, что на квартал пробежала, забежала в магазин. Квартал пробежала, забежала в магазин. И получается, всю зиму сидишь в помещении в каком-то, да? Ну, почему там всегда давали надбабки раньше, в советские времена. Сейчас я не знаю, как там происходит. Ну, она работает на данный момент просто в озоне. И там не сильно большая зарплата. Ты кажи, как у нас у них. У мужа у нее, ну, он военный. У него, как у военных, зарплата в любом городе. Так что одинаково. Ну, хорошо. Ну, если что там смогут быть и время какие-то надбабки, и потом, когда они будут уходить на пенсию, может, раньше не будет. Ну, мы еще до пенсии, как до Парижа. Я туда пришла пенсию, говорю. Она говорит, все, тетя Кристина, заболчи, ради бога. Со своей пенсией. Я не планирую здесь всю жизнь жить. Ну, вот так вот не планируют, а потом до пенсии и живут. Одна женщина написала, что она не планировала ехать в Иркутск и жить. И она уехала с мужем. И она говорит, ты вот, мы тут 50 лет живем. Я думаю, ну, женщине, значит, лет 70. 50 лет не живут. Говорит, мы уже сыновей поженили, они разъезжали. Что-то, как говорят, самое стабильное, это временное что-то. Да-да-да. Такое прямо плотненькое и надолго, и на много лет. Ну, что, Светочка, у тебя больше ноги болят? Ноги, я же перепресседала. А, еще и руки болят. И пресс. В судорах не было? Пресс всех меньше болит. В судорах нет. У тебя тоже не было. Удивительно. Может быть, запас витаминов был в Новый год организм. Запас салатов. Нет. Запас салатов все иссяк. Все выброшено. Витаминов. Ну, да. Нет, запас витаминов, которые на Новый год наел. Да я же говорю, обжорстно. Мы рыбой и все остальное было. Видимо, еще не сяк. Фрукты. Да. Фрукты, все эти мандолины, бананы, все остальное. Вот когда сейчас начнется дефицит калорий, вот я сейчас начала опять на 1200 сидеть. Когда он накопится дефицит, вот тогда позанимаешься хорошенько в спортзале, вот тогда приед судорога ночная. И что ж, пить надо много, чтобы девочки судорога шить воды от обезвоживания было. Воды пить. Конечно, пить. А не коньячок с Кока-Ковой. Поясняй, пожалуйста. Ну да. Ой, на солнышке вообще прелесть. Можно загорать. В зимней куютке, в зимней красотке. Да-да-да, можно загорать. У меня там несколько было вопросов, а я их не достаю никак. Давай так, возле елочки встать. А когда, интересно, елочку уберут? Вот уже. В конце января убирают. Весеневая, да, тут елка? Мы ужинаю тоже будем убирать дома елочку. Девчата, вы убрали елочки еще? Или еще пока постоит? Или пока дам 8 марта уже все устояло? Девчонки, ну что, вы гадали? Я так и не погадала нифига. У меня подружка, я смотрела ее статус, она там гадала. Они там с подружкой жгли бумагу. А что наш русский народ любит это? Да они больше бухаличем гадали. Жали статусы снимали. Но это не гадание, девчонки, уже. Ну это называется шарады в же время выпивки. Да. Многие же, когда выпивают, придумывают конкурсы, веселья, затея. Если ты там ничего не произносишь, не вызываешь никаких духов, то ты можешь просто вот это вот смотреть на тень, жечь эту бумагу, смотреть и веселиться на что-то похоже. Типа как игра в крокодила. Там под градусами-то много чего навысматриваешь. И черти придут в ладо. Это вообще хоть чем может, примерещится. Это точно. На завтрак я ем 180 грамм творога 5% потом морского коктейля. У меня осталось 60 грамм. Огурец. Один большой свежий огурец 120 грамм. Много зелени. И на десерт будет у меня 2 мандарина. В обед я ем одно вареное яйцо, помидор, огурец, просто это посолила и 2 крыла отварных. На ужин я ем отварную горень, одно яйцо жареное, огурец и помидор тушеный. Девчата, ну мы в другом районе абсолютно. Улица красная, такая широкая, большой райончик с многоэтажками. Большие девятиэтажки, пятьэтажки здесь есть. По делам сюда ездили, уже все сделали. Вот немножко собрали квитанции. Прогуляться решили. Прогуляться. И у нас был вопрос. Коля задает вопросик такой. Я вот сейчас посмотрела, вспомнила. Девочки, как вы относитесь к людям, которые едят энергетические батончики и пьют белковый коктейль? Да хорошо, относимся. Прекрасно, пожалуйста. Молодцы. Мы сейчас едим батончики. Мы, кстати, от них не поправлялись, потому что мы подсчет калорий, когда вели. Ну, я сейчас опять еду. И оно входит в твой калораж, который ты подсчитывал за день. Если ты соблюдаешь вообще свою калорийность, ты никогда не поправишься. Ни при помощи белковых коктейлей. И добавлять, если белка не хватает, то у коктейлей это прекрасно. Девчатка, надо же кабыжу соблюдать. Обязательно. Не только просто. Здесь же есть люди, сюда пишут, там часто. А я могу себе полторы тысячи килокалорий с тортами набрать. Не, ну это будет вообще качество тела абсолютно другое. Сальное, целлюлитное, тяжелое и нездоровое. Девчата, смотрите, две шоколадки, у них в основном по 100 грамм идут плитки. Вот, две 100-граммовые шоколадки, это будет 1200 килокалорий уже. Ну, вот считайте, две с половиной шоколадки, это дневная норма где-то. Ну, три максимум. Да, вот получится там где-то 1600-1700 килокалорий. И вот вы представляете, ну вы найдитесь этими тремя шоколадками? Я просто не захочу. После всплеска такого сильного инсулина, вы представляете, сразу же захомячить на голодный желудок одну плитку шоколадки. Будет такой всплеск инсулина, что через полчаса захотите съесть. Да, ну первые 10 минут вы найдитесь, почувствуете кайф, кофеечком, может быть, там, что-то это. А потом через полчаса так же захочется нормальной еды. Суп, суп, котлетку с пюрешечкой, с хлебушком. Что вы скажете, манала, я еду до похудения. Нормальную еду захочется. Да, да, да. Нужно оно мне все. Так если постоянно вот есть именно там всякую вот эту фигню, фаскут, там, тотики, то будет дряблая кожа, будет нездоровый цвет лица, плохое здоровье, плохое самочувствие. Прыщите. Прыщи. Не прыщи, у меня, девочки, у меня, я уже, наверное, рассказывала в роликах, у меня так давно не было аллергии, и тут всю харю пятнами красными высыпала, всю харю. А у меня сразу целлюлит на попе начинает, яйко выражено, видно. После слабости. Вот началось чесаться все, все тело, девочки, чешется не только лицо, все тело. Ну, то, кто, у кого псориасту знает, у кого и взема знает, кто вообще энергические люди, они знают. Вот тут и ты начинаешь есть как помойка, все, начинается просто, еще ничего не высыпала. А я думаю, все, у меня тело начало чесаться, шелушиться все. Думаю, так, шоколадные конфеты плюс мандарины, адская смесь какая-то. Девочки, дело не только в одних мандаринах, все вместе, в совокупности. Потому что я пересмешиваю и бананы, и куча майонеза, и все это вместе сыграло такой опять на печень удар, что еще чуть-чуть и начало высыпание опять эти будут пассивы. Но на лицо уже высыпала. А у меня вот под низом я там кое-каким кремом намазала. И слава богу, знаете, началась сейчас многого пить, вот и пить, и сразу же хоть это сыпь прошла на лицо. Просто еще чуть-чуть пошла опять ехать серьезно на голове, опять на руке бы вот такая вот блямба началась появляться. Оно все очень быстро происходит. Еще две недельки запущенного питания, и главное, два года очищала организм, а потом за один месяц ее загадали. Конечно, за один месяц вообще все можно использовать. Да-да-да. А, про белковые-то коктейли. Белковые коктейли очень классно замещать, например, одним, если вы на хорошем сбросе веса, заменять, например, один прием пищи, или завтрак, или ужин. Если вы хотите уменьшить калорийность, ну, повысить этот белок, количество белка у вас за день. Можно, например, ужин, кому легко переносится заменить ужин, кому легко переносится, кто утром не хочет есть на завтрак этот белковый коктейль. Ну да. Ну, если честно, он отвратительно вкус. Либо не просто съедобно. Это должна быть хорошая цель, быть красивым, чтобы его кипить. Чтобы его кипить. Его, кстати, можно с соком добавлять. Сказали, можно и с каким-нибудь кефиром мешать. Я вот думаю, мы с апельсиновым соком, чтобы перебить этот вкус. Мы просто еще взяли какой-то кокосовый сладкий. Может, без вкуса взять белок и его размешать там с каким-нибудь соком, который вы любите. Мы так не пробовали. Я думаю, так попробовать надо. Ну, я его планирую употреблять. Да. Потому что белок нужен. А его вещи не хватает даже в рационе. Если хоть жрать одно мясо с яйцами, все равно как это. Да, что-то мы планируем до самого лета ходить теперь в спортзал. А с тренером, без тренером неизвестно пока. Но будем ходить хотя бы два раза в неделю будем ходить в спортзал. И если мы будем туда ходить, и плюс будут уменьшенное поглощение вот этого вообще еды, и будет только полезно более-менее еда. Хорошо, хоть мы теперь не говорим все правильное питание. Потому что нам же правильное питание поначалу не принятало. Да, ну да. Это разные немножко направления. И очень разнятся правильное питание. Одни люди одно считают правильное питание, другое считают... Да не разделяется спортивное питание, правильное питание. Подсчет КБЖУ, подсчет калорий. Миллион. Даже некоторые начинают из-за масла спорить про правильное питание. У меня с моими подругами, с моими тараканами в моей голове. У тебя там были свое что-то. Я думала, правильное питание это вообще. У диетолога он тебе напишет какую-то там писанину, и ты по этой писанине будешь есть. Вот видишь, два только человека, а уже сколько мне едят. Да, и я думала, что там не должно быть вообще никакого жира. Это девочки, когда мы два с половиной года назад начинали худеть. У меня вообще... Оказывается, я вообще ничего не знала, что можно есть, а что нельзя. Вообще представления не имела. Я думала, если яблок, так можно таз есть. Но буду я есть побольше яблок и поменьше буду есть макарон, я уже похудею. Оказывается, тазами яблоки тоже есть нельзя. И мандарины тазами. И оказывается, после обеда вообще нежелательно эти фрукты есть. Овощи можно, а фрукты вообще нежелательно есть. И надо есть один фрукт всего, а не опять таз винограда, как я это любила делать. А потом чесаться, сидеть от этого винограда. Девочки, ну что, мы поедем дальше на работу? На работу поедем. А мы с вами увидимся завтра в следующем ролике. Вас любим, целуем, пишите ваши вопросы, мы на все ответим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok